Возвращаемся мы Сейчас к теме Один из наших Отцов По педагогике говорил, что повторение Мать учения Переводя это на русский язык Поэтому мы повторим еще немножко эту тему Об обучении детей представляет Александра Наставь юношу При начале пути его Он не уклонится от него, когда и состарит Читаем мы в книге притч Действительно, если мы хотим видеть Свою церковь здоровой, то Мы должны уделять огромное внимание Обучению детей, потому что Сегодня это дети, а Уже завтра, послезавтра это Будущие служители, будущие лидеры Ребенок это уникальная личность С особыми характеристиками И потребностями в каждой возрастной группе Мы уже рассматривали характеристики И потребности детей И сейчас мы поговорим о Задачах и целях обучения Церкви Цели следующие Познакомить каждого ребенка с Библией Как Словом Божьим Следующее Привести каждого ребенка к Иисусу Христу Обеспечить сбалансированную программу Поклонения, обучения, общения и выражения Дать возможность получить Качественное обучение Слову Божьему Знать и понимать особенности и нужды Детей каждой возрастной группы Обеспечить необходимыми пособиями И снаряжениями Вести запись посещающих и отсутствующих Поощрять разнообразие творческих методов и материалов И воодушевлять лидеров, учителей, родителей Необходимо планировать учебный процесс так Чтобы обучение отвечало потребностям детей И достигало библейских целей Эффективное планирование Включает следующие ключевые моменты Любовь и принятие Через вашу заботу Через ваше трепетное отношение к детям Им будет открываться любовь Божья Следующее Построение взаимоотношений Дети учат библейскую и теологическую истину Через глубокое личное отношение И поэтому очень важен Как контакт учитель-ученик И также межличностное отношение в группе Между самими учениками Активное вовлечение детей В процесс обучения Применение в жизни Необходимо научить детей Применять истины, которые вы им преподаете В своей личной жизни На практике Выбор Необходимо также детям Самим предоставить выбор Узнать, какой деятельностью Им больше нравится заниматься Потому что Дети с удовольствием делают то, что им интересно Нежели то, что вы сами им навязываете Целостность времени и обучения И также большие и маленькие группы И процесс научения и познания Какие же методы и материалы Необходимо использовать В процессе обучения детей Дети учатся активно Мыслят конкретно Любят быть вовлеченными в процесс И делать открытия Поскольку они именно такие Библейское преподавание Должно обеспечить опыт Который использует все пять чувств Чем больше ребенок Взаимодействует со словом Божьим Тем более эффективный урок Принципы выбора методов И материалов для детей Все методы должны Все методы должны Отвечать потребностям детей И соответствовать их возрасту Также, как я уже говорила Необходимо предоставлять детям Выбор занятия Возможно, даже если это дети Постарше Раздать им бумажки И чтобы каждый ребенок Написал ту тему Которую ему будет интересно Изучить Или написал те вопросы На которые он хотел бы Получить ответы Но он, может быть, стесняется Задать их вслух И собрать эти бумажки Проанализировать И в соответствии с этим Уже планировать Свои уроки Разнообразие Чем разнообразнее будет Процесс обучения Тем он будет интереснее И насыщенней Также необходимо Задавать детям вопросы Наводящие вопросы Чтобы учить их Работать не только сердце Но и голову еще Чтобы дети Уже в этом возрасте В раннем Учились формулировать Свои выводы Какие-то И также Руководство И поддержка учителя Это помогает Сохранить Интерес к обучению На протяжении Всего урока Необходимо Поощрять детей Если у ребенка Что-то не получается Важно Найти какие-то Положительные стороны Его деятельности И сделать акцент На этом Чем Как-то Еще больше Укорить его В том, что У него что-то не получается Это делать нельзя Для детей Любого возраста Подойдут Следующие методы Рисование Драматические действия Если дети Будут обыгрывать Какие-то Библейские истории То Библия Будет живой Устное общение Творческое письмо Музыка Необходимо На уроках Использовать Какие-то Музыкальные Иллюстрации И Может быть Даже Чтобы Дети отдыхали Какие-нибудь Песни с движениями Библейские На библейскую Тематику Также Уже Необходимо В раннем возрасте Детей Включать В исследовательскую Деятельность Если Это дети Лет Пяти Семи Семи Вот так Больше Можно Раздать им Какие-нибудь Карты Средства Наглядности Какие-нибудь Словари Если Если Дети Умеют Читать То Попросить Их Зачитать Какие-нибудь Словарные Статьи Где Объясняется То Или Иное Слово Которое Мы Встречаем В Библии Часто Организация И управление Процессом Обучения Остается В тени То есть В церкви Находится Какая-нибудь Такая Инициативная Сестра И она Уводит Детишек И с ними Занимается И пасторы Даже Не знают Знают Что там Есть Библийская Школа Но что Они там Делают Это Неведомо Для них Поэтому Необходимо Уделять Большое Внимание Организации И управлению Этим Процессом Подбор И обучение Учителей И родителей Если мы Хотим Чтобы цели Были достигнуты И обучение Было эффективным То необходимо Чтобы Это обучение Проходило Не только В библейской Школе По воскресеньям Но также Чтобы и Родители Уделяли Внимание Обучению Детей Если И родители И педагоги В воскресной Школе Будут иметь Одни конкретные Цели То обучение Будет Наиболее Эффективным Как лучше Организовать Процесс Выбора От учителей Для воскресной Школы Первый вариант Это Если Найдется Такой человек Который Будет гореть С этим Служением И сам Подойдет К пастору И выскажет Своё желание Заниматься Этим Служением Второй вариант Если Братский совет Если Такой человек Не нашлось Инициативного Братский совет Подумает И решит Кто бы Лучше Подошел На эту роль Потом Братский Из братьев Подойдет К этому Человеку Которого Они выбрали И предложит Ему Заниматься Этим Даст ему Время На молитву На обдумывание Если Если Человек Откажется То Поблагодарите Бога Что Человек Отказался Поступил Честно А не Стал Этим Заниматься Только потому Что Вы попросили Неудобно Отказаться Потому что Такое обучение Не будет Эффективным Если Человек Не будет Гореть Этим Служением Если Человек Согласился Прославьте Также Бога За то Что Нашелся Такой Человек Который Будет Заниматься Этим Служением И Как Можно Поддерживайте Всеми Способами Поддерживайте Этого Человека Узнайте Что Каким Он Видит Это Служение Что Необходимо Какие Оборудование Какое Какие Материалы Какие Средства Для Этого Нужны Также Поощряйте Этого Человека Служителя И Чтобы Человек Этого Не Испугала Ответственность Вы Предоставьте Ему Или Месте С ним Разработайте То Его То Что От Него Будет Требоваться Большое Значение Имеет Оценка Деятельности Необходимо После Каждого Урока Давать Себе Отчет И Выявлять Для себя Плюсы И минусы Того Что Получилось И того Что Того На чем Стоит Поработать Какие Вопросы Нужно Себе Задавать Для Этого Как Я Мотивировал Каждого Ребенка Молился Ли Я Делал Ли Уроки Содержательными Интересными Обращенными Каждому Отвечал Ли Я На Потребности Своих Учеников Отвечал Ли Я Ученикам В духе Любви И тепла Использовал Ли Я Занятия Направленные На Изучение Библии Были Ли Мои Методы Разнообразные Знаю Я Ли Сегодня Своих Учеников Лучше Чем Знал Их Вчера Использовал Ли Я Музыку Правильно Я Разучивал Слова Достигал Ли Я Цели Урока И Главный Вопрос Когда Я Буду Готовиться К Следующему Уроку Важно Чтобы Это Происходило Не В Субботу Вечером А В Течении Недели Человек Размышлял И Думал О том Что Он Будет Делать С Детьми Воскресенье И Когда Мы Увидим Что Наши Ученики Становятся Подобными Христу Мы Обнаружим То Что Служение Наше Действительно Было Эффективным И Это Будет Высшей Наградой Для Учителя Воскресной Школы И Хочу Вернуться Еще К тому Что Мы Рассматривали Особенности Детей Каждого Возраста И Они В основном Общие И Чтобы Ваше Обучение Было Эффективным Нужно Найти Индивидуальный Подход Каждому Ребенку Потому Что Это Маленький Мир Маленький Космос И Порой Вот Это Общее Не Может Даже К нему Не Подходить И Нужно Через Беседу Может Быть Даже Тесты Какие-то Психологические Провести С Ребенком Методом Наблюдения Узнать Чем Интересуется Ребенок Какие У него Потребности Какие У него Нужны Какие У него Проблемы Какая У него Семья И Исходя Из Этого Строить Уже Обучение Поддержите ТВС Молитвой И Финансами Не Рассчитывайте Что Пожертвует Кто-то Другой Так Думают Многие И Хорошие Проекты Перестают Существовать Информацию О чем Молиться И Как Пожертвовать Вы Можете Найти На Сайте 3w tv Seminary точка Продолжение следует Продолжение следует